В каждой упаковке 10 мёд. Вот на сегодняшний день вот здесь заготовлено 540 штук. Ещё 220 лопат, 446 грабель и 29 тысяч мешков. Директор подразделения ГСТК Александр Игнатенко к общегородской уборке готовился с января. Курирует акцию «Чистый город» уже шестой год и давно не ошибается в расчётах. Практически в городе одни и те же организации. И последние 3-4 года мы примерно уже процентов на 90 мы уже знаем кто, сколько, чего и зачем. Если выходит 30 человек, то на 30 человек рассчитываем грабли. Если весенняя акция, то там в основном используются грабли. Здесь выделяем 10-15 граблей, мешки. Часто инвентарь ломается. Это не беда. Можно подчинить, говорит специалист. Главное, чтобы люди его возвращали, иначе не напасёшься. Поэтому уже второй год грабли и лопаты выдают под расписку. Для некоторых учреждений можно по субботнике проводить во второй половине дня. В штабе «Чистого города» тоже активная подготовка. Обсуждают организационные моменты. Главная задача – вывести накопившийся за зиму мусор до 30 апреля. За субботниками власти намерены пристально следить. Сейчас члены штаба ведут работу с руководителями на организацию именно тех предприятий и учреждений на проведение акции «Чистый город». И это нам позволяет сократить время в период прохождения самой акции. Ну и дальше мы проводим контроль, как проводились субботники, как был наведен порядок на территории, закрепленной за предприятиями. Ввозить мешки с территории предприятий, как и прежде, будет транспорт ГСТК. Со дворов грузовики управляющих компаний. К ним же жители многоквартирных домов могут обратиться за инвентарем. Внести свой вклад в акцию «Чистый город» готовы уже 30 образовательных учреждений. Столько заявок ГСТК поступило за два дня. Но на предприятии уверены – это только начало. Анастасия Афанасьева, Андрей Белый. Программа «Город».